Всем привет, с вами GetFan, ну а на экранах у вас небольшой мануал по управлению. Ведь не так давно в World of Warplanes вышло глобальное обновление 0.5.3, которое принесло много нового в игру, и управление тоже не стало исключением. С этим патчем полностью переработано управление мышь, и у него появилось много всяких настроек, одна из которых и оказалась, ушедшая от нас так давно, мышь 0.3.5. Все бы хорошо, но как известно, если человеку дать кучу всяких кнопочек и рычажков, он обязательно их покрутит и попытается настроить все под себя, даже иногда не понимая, что нужно крутить и зачем. Но если вы смотрите это видео, значит вы хотите разобраться, что к чему, а значит более не буду тянуть сначала. По существу в гайде не будет рекомендаций, что и куда биндить. Эти решения вы принимаете для себя, исходя из вашей же привычки и опыта. Однако с новым патчем настройки мыши стали гораздо шире, а именно об этих изменениях и я вам расскажу. Если вы привыкли к управлению мышь, играйте просто для души с друзьями, не трогайте ничего кроме чувствительности, там все и так нормально настроено. Углубление в недры настроек может сделать душевные полетушки чуть более напряженными, чем вы привыкли. Но если все-таки хочется что-то покрутить, то запомните, ваша мышь обозначена как стандартная. Да-да, именно этот тип управления, который в народе называли танкомышь. Если же вы летали на управление 0.4.1 и вас все устраивало, векторная – это ваш вариант настройки мыши. Ну а тем, кто ожидал возвращения 0.3.5 и не может жить без него, нужно выбрать гибридное. Так, с мышами и их нынешними расшифровками разобрались. Теперь поговорим о более тонкой настройке. Если вам не хочется использовать уже готовые пресеты, то нужно покопаться в недрах настройках. Для этого нажмите «Расширенные настройки мыши» и давайте копаться вместе. Привязка к камеру-горизонту характерна только для бывшего управления мышь, ныне стандартная. Для гибридной и векторной необходимо ставить привязку к самолету. С инерцией камеры тоже все понятно. Для стандартной мыши это скорость поворота камеры. С одной стороны, быстрый поворот камеры хорош, с другой стороны, все-таки картинка будет более дерганой, так что выбирайте данную чувствительность под себя. Для гибридной и векторной – это уровень заноса камеры при выполнении виражей. Лично я бы посоветовал для этих управлений поставить нулевое значение данного регулятора. Ну зачем нам немного гуляющая камера? Переходим к размеру области видения. Даже из названия понятно, что данная настройка будет задавать нам какую-то определенную область. Однако, если для стандартной мыши это область, в пределах которой будет происходить введение прицелых указателях, то для гибридной и векторной – это ограничение радиуса круга, в пределах которого будут растягиваться поля. Данный пункт уже сугубо индивидуален. Советуем поиграться с данной настройкой и выбрать удобное вам значение. Теперь рассмотрим все настройки управления креном самолета. Если вы привыкли управлять самолетом сами, без всякой какой-либо помощи, искусственного интеллекта, тут надо хорошенько поработать. Если же вам нравится, когда самолет доворачивает за вас, или кренится, когда читает, что это необходимо, оставьте все как есть. Хотя, если же вы любите все же играться с настройками, то все-таки давайте поподробнее. Скорость выравнивания задает, как быстро самолет будет выравниваться по отношению к горизонту. Нужно ли оно вам вообще или нет – думайте сами. Я его отключил совсем. Размер области выравнивания – настройка того, как резко будет проходить это самое выравнивание – скачком или плавно. Опять же, решайте сами, сколько вам нужно. У меня все убрано в ноль, так как выравнивание умной машиной мне не нужно. Интенсивность крена. Регулируется, насколько резко самолет будет корениться при маневре. Любите все резко? Делайте на максимум. Но опять же напоминание, что все это делал умная машина, и иногда ее логика может не совпадать с вашей. Глубина области переворота. Вот тут, как мне кажется, совсем перемудрили. Переворот можно спокойно делать и ручками. Данная настройка, как мне кажется, не очень-то и нужна. При минимальном положении ваш самолет будет очень часто переворачиваться вверх головой, предугадывая ваше действие, куда вы хотите полететь. При максимальном придется переворачиваться ручками. Думайте, что вам надо. И напомню, что есть небольшой баг. Нельзя выставлять максимальное положение. Оно не работает. Надо ползунок сместить чуточку назад. Ну и, конечно же, ограничение крена у земли. Баетесь разбиться? Ограничивайте. Но потом не жалуйтесь, что напоминаете летающий топор. Ах да. Конечно же, флажок автоматической закрытки надо ставить тем, кто не знает, что и зачем. Хотя ладно, расскажу. При использовании закрылок вы уменьшаете свой радиус выража и быстрее докручиваете на цель. Однако вместе с этим и скорость вы теряете быстрее. Так что выбор за вами. Оставить их выпуск на откуп компьютеру или думать самому, когда они вам нужны. Без всякой рекламы замечу, что лично я сам отключил эту функцию у себя, чего и вам советую. Ну и, конечно же, наш замечательный график. Я, наверное, такой умно написанный текст в последний раз видел в учебниках по сопромату. Потому скажу проще. Тут вы настраиваете, насколько часто вам придется дергать мышкой, чтобы летать в устоявшемся вираже. Прицел же к курсору со временем подтягивается. На вертикальной оси мы выбираем, закончит ли самолет вращение, долетев до нужной точки. Ну а на горизонтальном – расстояние между курсором и направлением самолета. А вообще, если честно, оставьте все как есть в этом графике и не запаривайтесь. Что ж, надеюсь, гайд хоть чуточку помог разобраться в ныне ставшем таким сложным машинном управлении. И потому желаю побольше фрагов, а не борьбы со своим управлением. Если вам понравилось это видео, то не забывайте подписаться на канал, поставить лайк и до встречи в воздухе. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok